В этой студии Алена Борисова, Евгения Шафранык, и в этом часе мы хотим с вами, дорогие наши радиослушатели, обсудить выпускные, выпускные в детских садиках и в школах. Тема эфира нам подсказал сюжет передачи «Бестабу», в котором одна из мамочек пожаловалась на большие траты на выпускной вечер, на все коллективные сборы денег, которые происходят в школу, ну и все эти родительские советы, если их можно так назвать, где происходит это обсуждение. Поэтому мы обращаемся к вам, 672 12 939, 672 13 939, звоните нам, рассказывайте свои впечатления, если ваши дети выпустились из садика, и вы еще помните, во сколько обошелся вам их выпускной, или же у вас есть выпускники 9 классов или 12 классов, поэтому тоже нам смело звоните, рассказывайте о своем опыте. Можете нам еще писать в WhatsApp-е 2061 91. Да, мы вчера, когда обсуждали тему интерактива, мы с Аленой там шутили о том, что я буду писать свой опыт, потому что в моем опыте было, получается, два выпускных уже детских, а Алена говорит, я буду читать и ужасаться тому, что меня ждет в будущем, потому что действительно тема очень болезненная, и траты постоянно зашкаливают. Причем вчера я опубликовала в Фейсбуке вопрос вот к родителям, как у них проходят вообще вот эти все события, и на удивление те, у кого, например, дети учатся в латышских школах, говорили о том, что им выпускные дорого не обходятся, они идут так называемой огрозой, то есть с корзиночками какие-то пикники, что-то они устраивают достаточно адекватно. А вот русские школы почему-то любят гулять на широкую руку. Но, опять же, мы не говорим о всех школах, мы не говорим обо всех школах, мы не говорим обо всех классах и так далее. Но я, например, с ужасом вспоминаю выпускной в детском саду у дочери, когда стали собирать вот на все, отдавайте всем учителям, всем воспитателям подарки, отдавайте миллион шариков, отдавайте снимем зал какой-то. Господи, ребенок просто из садика выходит, он даже не очень понимает, что происходит, по сути. Пустите его на поляну, пусть он побегает. Вот, допустим, в школе у нас был выпускной, ну, так как у нас школа впереди планеты всей, поэтому у нас переход из младшей в среднюю состоялся в третьем классе, а не в четвертом. Мы в третьем классе обсуждали выпускной. Я говорю, ну, а что отмечать? То есть им еще 10 лет учиться, может быть, давайте мы хотя бы какого-то результата дождемся? Или почему? Ну, то есть с чего вдруг праздник? Я за свою школу помню один, это вот, ну, 12 класс, 9 это так средние воспоминания, это все перекрыто уже, скажем, дальнейшей жизнью. Но что это за повод вообще такой? И вот тоже, а давайте мы всем учителям будем дарить подарки. Я не хочу дарить всем учителям подарки, потому что не все хорошо учили моего ребенка, не совсем у нас были хорошие отношения. Ну, вот здесь как раз заворачивается тот самый конфликт, о котором мы сегодня хотим поговорить. Дело в том, что вот одна из мамочек, которая обратилась к журналистам передачи «Бастабо», она сказала, что ценовой вопрос выпускного в детском садике ребенка исчисляется, ну, там, порядка 100 евро. Да, вот 100 евро, я примерно 100 евро мы заплатили за выпускное в детском саду, вот лично вот наша семья. И это не считая, там, платья, ботиночек, гольфиков, вот, ну, вот просто и еще подарочка, потому что, ну, это же ребенок заканчивает детский сад. Ну, то есть это действительно достаточно дорого, хотя вот надо отдать должное родительскому комитету нашего класса, они все очень здорово сделали в третьем классе, несмотря на то, что праздник был, несмотря на все мои протесты, он был все-таки достаточно бюджетным, то есть мы как-то обошлись малой кровью. Но так не всем везет. Вчера в комментариях писали свои истории, например, в одной школе родители собрались устраивать банкет в замке, это четвертый класс дети заканчивают, четвертый, они хотят банкет в замке, на что мама... Родители хотят банкет в замке или дети хотят? Нет, родители, дети в четвертом классе хотят, на самом деле, посидеть, поиграть в планшет, условно, или там, не знаю, побегать на детской площадке. Вот банкет в замке, на что им было сказано, что, может быть, как бы все-таки нет. Ну, вот противницу обвинили в том, что она не хочет счастья своим детям, и вообще, если мы пойдем просто на пикник, разве этим можно удивить детей? А это как происходит? Это все четвертые классы этой школы? Нет, это один, каждый четвертый, то есть каждый класс, у каждого класса есть какой-то там способ коммуникации, это, может быть, там, ватсап, группу, собрание они там устраивают, как угодно. Но здесь ведь вопрос в том, что вот их там ничем не удивить. Так задача выпускного не удивляет детей, задача выпускного просто провести время вместе. Почему нельзя его провести на пикнике? Почему надо обязательно замок снимать? У меня вопрос, что сделать с родительским советом? Вот как плыть против течения, допустим, я так понимаю, есть какая-то инициативная группа родителей-энтузиастов в каждом классе или в каждой группе детского садика, который занимается сборами средств на те или иные мероприятия. Ну, в данном случае мы говорим о выпускном. И приблизительно они планируют весь бюджет, да? И те родители, которые, допустим, заняты на работе, ну, поскольку постольку знакомятся с ситуацией уже там на ее окончательном этапе обсуждения, им просто озвучивают ту окончательную сумму, которую они должны принести. Это тебе это особо, допустим, 100 евро. И ты, естественно, реагируешь, такой, за что 100 евро? Тебе начинают расписывать там, вот мы поедем в замок, мы нанимаем ведущего, да, там, ребенку 6 лет. И что делать, если ты не согласен, для тебя это дорого? Может быть, еще неприятно признать, что для тебя это дорого? Это тоже такой момент, да, щепетильный. Вот открыто сказать, а я не хочу, а тогда что? Тогда твой ребенок остается как-то за... Нет, я немножко, да, поясню. На самом деле все отраты, которые идут в классе или в школе... Да, мы сейчас в замок примем сначала. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы вас слушаем. Только, только что включила очень интересная тема, мне даже немножко смешно. У меня третий пацанчик идет в школу. Ну, не идет, уже учится. И все это очень-очень знакомо с детского сада, потому что сначала, сначала были, ну, брутальные, брутальные, ну, не скажем так, поборы, но просто так. Я вам скажу примерно, как это со стороны выглядит. Нет, подъезжают 1 сентября к школе папа или мама и со всем своим хозяйством, один или два ребенка. В последнее время больше один ребенок. И, ну, видно, как папа выходит, как пингвин, как петух. Но не все там, извиняюсь, письками меряются. Ну, у кого круче хозяйство, кто круче. И, скорее всего, я понимаю, этих родителей, они... У них один ребенок в семье, в последнее время действительно один. У меня три, я могу сравнить. Мне даже смешно. Вы имеете в виду, что просто все эти траты, это, скажем так, противодизийские фанты? Они так любят. Они его так любят. Они просто, ну, все отдадут. И им 100 евро за упомянутый вами какой-нибудь там пикничок, ну, это на обед. Это семечки у него, мороженое кубить. Ну, ему это наплевать. Они, они, они... Ну, если ребенок уже в 12, в 13 лет на мотороллере в школу подъезжает, ну, один, другой, одна другая семья, может быть, ну, со скрипом там отремонтирует от старшего сына велосипед. Я не говорю про себя, слава богу, все в порядке. А, ну, он велосипед, на велосипеде приехал в школу, он такой, он, посмотри, у меня семья, мне велосипед подарили, наконец-то, да. А там уже третий мотороллер меняют. Ну, и просто, понимаете, у нас общество рассвоилось. И вот это вот очень-очень сильно видно, вот когда где-то что-то готовится, да. Одни, одни, ну, не то, что они там... Они просто от души, они желают от души, чтобы у их ребенка было все в порядке. Но другие как-то не понимают. Ну, как не понимают? Возможно, не могут. Возможно, они считают, что это дорого. Да, у вас трое детей, так понимаю, все были в детском садике. Вы состояли в каком-то, вот, может быть, или вы, или жена в родительском комитете. Как решались эти вопросы организационные со сбором средств? И сколько вам, во сколько вам обошелся выпускной, допустим, последнего чада? Все, знаете, я не помню конкретную цифру. Не могу, ну, точно не скажу. Давайте, может быть, с понятиями дорого, недорого. Скажем так, среднее. Кто-то, кто-то пыхтел, кто-то, кому-то это было, были эти семечки те же самые. То есть, ну, ну, были, были в той же самой WhatsApp-группе, были возгласы, там, что-то, ну, примерно, там, давай, ну, ладно, снимем тоже самый дворец. Нет. У нас, я помню, очень-очень чудненько мы пришли к консенсусу, когда у нас было, когда было выпускной в детском садике у младшего. Мы просто взяли пароходик, подалгу и покатались, и там вот как вариант с корзиночками. Спасибо, да. Да, спасибо большое. Ну, здесь вот мы сейчас будем уже звонить первому нашему, там, скажем, спикеру. Но здесь еще вот вопрос, я вот хотела сказать, мы как раз говорили о родительском комитете. Например, у нас в классе он совершенно замечательный. Они делают колоссальную работу, в которую я никогда не влезаю, никогда не проверяю цены, никогда не возмущаюсь, вот почему так дорого, а можно эти конфеты купить на 2 евро дешевле, можно купить, иди купи. Я знаю, что я не пойду покупать, у меня нет на это времени. Поэтому, в принципе, мы в начале года получаем расклад по финансам. Зачем? Это экскурсии, это, может быть, подарок на день рождения учителю, какие-то небольшие подарки детям на день рождения и так далее. Я четко знаю, куда эти деньги уходят. Да, мы сейчас связались с депутатом Сейма, экс-замгоссекретаря Министерства образования Эвея Папула. Доброе утро. Доброе утро. Госпожа Папула, вот мы сегодня обсуждаем выпускные и в школах, и в детских садиках. Некоторые родители бьют тревогу о том, что взносы на эти выпускные исчисляются, ну, какими-то огромными суммами, допустим, до 100 евро. И поэтому хотим спросить, эти деньги на выпускные, они как-то могут обозначаться самой школой, педагогами или нет? Нет, ни школа, ни педагоги не могут назначить никакую сумму. Если это уже совет родителей или сами родители решают, это только их решение. Школа не участвует в этом и не должна участвовать в этом. А на какие инициативы, может быть, школа может собирать, имеет право собирать деньги с родителей? По-моему, такого подхода в законе нет. Есть школьный совет, который решает и распределяет потом уже деньги, которые собрали родители по своей инициативе. И школа не может участвовать в этом ни как школа, ни как институция, ни отдельные учителя. Это тогда выбор или уже взгляд из самих родителей, которые сами решают, сами говорят друг другу и решают, что собирать, как собирать и как использовать потом уже эти деньги. И школа в этом не должна участвовать ни по каким взглядам и возможностям. Это не решение школы. Госпожа Папова, может ли, например, школа принять решение, именно внутришкольное решение о том, что в нашей школе мы условно там не устраиваем какие-то праздники выпускные, например, бюджет которых превышает там вот сколько-то. То есть поставить какие-то ограничения. Или школа не имеет права этого сделать. То есть мы тогда получим достаточно скромный... Ваш вопрос состоит из двух частей. Во-первых, школа принимает решение, как праздновать или не праздновать выпускные, в том числе детсада, это решение институции. Но распределение денег, собирать деньги, это не школьный вопрос. Это все-таки решает совет родителей и по их смыслу или по их, ну, инициативе что-то происходит. Родители могут участвовать и школа это знает, директор или учителя это знают, но это не инициатива школы. Конечно, если есть, не если есть, но в школе, есть школьный совет, который этим тоже может заняться. И там уже решаются вопросы организации, вопросы, в том числе и финансирования. Но это не должна быть инициатива школы. Это опять совместная работа родителей и школы. Да, вы говорите о том, что финансовые вопросы все должны решаться на совете родителей, но мы знаем, что и в муниципальных школах... И на совете школы, но директора в этом не должны участвовать как инициаторы. Да, да, но тогда откуда, допустим, кем может назначаться сумма, ну, по крайней мере, она идет именно со стороны школы, вот, те же самые суммы на фонд класса, которые ежемесячно, да, перечисляются, либо на карандаши и другие канцелярские приборы для детсадовцев, да? Ну, канцелярские приборы, мы знаем по закону, это вопрос родителей, это все-таки вопрос родителей, потому что это индивидуальные средства учебы, для учебы. Но ваш вопрос насчет фондов, опять вопрос, как школа это организует, и это все-таки вопрос совета школы плюс совет родителей, это решение родителей. Это по практике так, но я знаю, что совместная работа и дискуссия со школой происходит, конечно, и если кто-то спросит директора или педагога, что нужно для школы, потому что мы хотим что-то подарить, это уже другой вопрос, это опять инициатива идет от родителей или, ну, тех, которые заканчивают школу, но школа может, конечно, сказать то, что им, ну, как бы нужно по их взглядам, но они не могут сказать сумму и так далее, и так далее. Но родителям правее отказаться от этих, допустим, ежемесячных взносов? Ну, конечно, ну, конечно. Если это как-то не регламентировано в каких-то внутренних документах школы, есть, конечно, внутренние документы, и родители могут спросить, как это выглядит уже по внутренним документам, и посмотреть, могут, не могут, может быть, это уже родительский совет и школьный совет принят в каком-то форме, потому что фонды могут быть, но ими не, ну, как бы сказать, не смотрят над ними учителя и директора школы. Это ответственность кого-нибудь из родительского и школьного совета. Спасибо. Этими средствами пользуются и распределяют только родители. И думаю, что родители все-таки могут отказаться, и я знаю довольно многие случаи, когда родители отказываются или говорят, что будут вносить деньги только тогда, когда ясна цель, ясна, куда это пойдет и как это будет отразиться на его ребенке, конечно. Но это опять дискуссия. Я думаю, что все-таки эти суммы иногда действительно очень-очень большие, и это уже какую-то границу, по-моему, уже достигло. Нужно посмотреть, как это сделать легитимно, то есть по закону, потому что есть фонды, можно обносить какие-то обносы для школы, заедуемые и так далее, и так далее. Есть другие формы, которые действительно закон уже определяет. Спасибо большое. Спасибо большое, госпожа Папула, за ваш комментарий. Да, это была депутат Сейма, а также экс-замгоссекретаря Министерства образования Эвиа Папула. Ну вот такой комментарий. Она, в принципе, предложила уже рассмотреть вопрос об обязательном таком лимите для этих сборов, потому что она тоже сказала, что иногда в некоторых случаях, в некоторых школах, детских сходиков эта сумма действительно очень-очень космическая. Да, нам просто не надо путать сейчас сбор, например, те моменты, когда родительский комитет собирает деньги раз в год или раз в полгода на какие-то нужды, которые действительно потом используются по назначению. И мы видим, это там экскурсия, одинаковые майки, например, детям купить, потому что когда едут на какую-то экскурсию, их просто, это даже безопасно, да, мы видим. Одинаковые майки? Жилеты? Жилеты, но неважно, их надо купить, их надо купить. Мне кажется, у каждой школы, по крайней мере, у нас были отражающие жилеты. Ну, допустим, мы участвовали там в спартакиаде какой-то, да, мы там покупали детям одинаковые майки, они не так дорого стоили, и они их относили весь год на все мероприятия, потому что это удобно. Ты видишь сразу весь свой класс, учителям легко проконтролировать. Ты хоть видишь, где твои дети там бегают, где они там участвуют в этой толпе детей. И выпускные. Выпускные – это отдельная головная боль, потому что, например, я не знаю, в моем случае мне повезло, у нас очень такой, очень хороший родительский чат, да, который молчит. То есть, как только там какой-то вопрос появляется, его, значит, озвучивают, два-три комментария, все совсем согласны, потому что очень адекватные предложения всегда, никто никогда лишний денег не запросит, какие-то, может быть, замечания, может быть, какие-то советы можно спросить. То есть, он очень, ну, вот, я не знаю, я несколько дней, вот, неделю могу вообще там ничего не слышать, да, и потом там, пришлите кто-нибудь, пожалуйста, там, фотографии учебника. Я считаю, это идеально. Допустим, вот у меня у подруги чат, он просто, даже мы с ней сидим рядом, он жужжит все время, все время. Эти родители чем-то еще занимаются, они все время переписываются, все время что-то организовывают, все время что-то всем надо, все время как-то что-то болтают там. И это отдельная головная боль. Многие говорят, что это родительские сборы даже на выпускные, это не такая трагедия, как вот эти чаты, которые отнимают очень много времени. А что касается выпускных, это очень большая ошибка родителей, на мой взгляд, придумать, как бы детей удивить. Их не надо удивлять, им надо возможность отдохнуть. Они отдохнут прикольно, прекрасно совершенно отдохнут на луце в сале, если ты им поставишь там пикник и скажешь, бегайте. И они будут бегать, потому что они весь год сидели за партами. А все эти замки, корабли, господи, в жизни будет столько еще ярких моментов, что это все сгладится, забудется, это будут потраченные время, деньги. Вот комментарии под постом, который я написала по поводу выпускных, там около ста комментариев, наверное, и большинство родителей говорят о том, что с ужасом вспоминают. То есть это негативный опыт. Негативный, это большинство выпускной... Вот это вот родители, которые сейчас... Нет, 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 которые вот все это и школы, и садики, что вот мама одна написала о том, что в один год ей достался выпускной и в саду, и в четвертом классе, это сразу ударило по бюджету. Говорит, вот эти вот огромные горящие мамин родительские глаза, давайте мы сделаем еще что-нибудь. Вот это вот желание, опять же, удивить детей. И все это выливается в огромные деньги. А как раз те, у которых, например, или нет детей, или которые еще не дошли до каких-то выпускных, рассказывали свой опыт, да, вот школьный. И как выяснилось, большинство вообще не очень-то и помнит, что там было, но был выпускной, был выпускной, да, потому что потом очень много ярких событий. Ну, так на тему важности этого мероприятия. Да, мы сейчас прервемся на новости рекламы, после чего продолжим. Обязательно звоните нам, делитесь своим опытом. Мы хотим узнать, насколько дорого было для вас проведение выпускного вечера у вашего ребенка, да, может быть, и у вас самих. Расскажите, как это проходило, потому что, еще раз повторю, некоторые родители прям очень опечалены непомерными затратами на эти мероприятия. Да, мы продолжаем. Мы говорим сегодня в преддверии выпускных, о выпускных, как вы можете уже догадаться, а в частности мы говорим о тех затратах, с которыми предстоит столкнуться родителям, а может быть, уже давно предстояло, потому что, вот как Женя говорит, мудрена опытом своих лет, самой выпускной и у детей тоже, да, они, как правило, начинают планироваться еще загодя, то есть задолго до мая, июня месяца. А так получается, какие оценки ты не принеси, праздник у тебя все равно будет. Это очень странно. Как ты не учись, все равно ты немножечко здесь потанцуешь с детьми, со своими одноклассниками на школьной дискотеке. И я категорически против вот таких вещей, потому что давайте сначала мы получим оценки и посмотрим. Во-первых, родители смогут сами решить, потому что это тоже момент такой наказания дисциплины. Да, все пошли вот прыгать на дискотеку, а ты не пошел, потому что у тебя тройка по математике, потому что у тебя не вот по-латышскому. Да, и мы там нанимали репетитора, мы тебе говорили, мы тебя там все время усаживали, а ты вместо этого сидел там в своих там планшетах, например. А если вам будет такой один, вот допустим, ты говоришь, ты не заслужил, оценки у тебя плохие, и замечания везде, и поведение. Да, он и будет, а он и будет, всем же нужно сделать детям самое лучшее. Вот, и в результате ребенок-то обидится на тебя, у тебя будет конфликт. Я понимаю, но тогда я понимаю, что это должно быть немножко согласовано с остальными родителями, да, то есть именно поэтому получи табель сначала, посмотри, что вот в окончательной годовой оценке посмотри хотя бы. То есть каждый родитель сам решает, будет у ребенка там праздновать что-то или не будет. И это тоже такой момент, я считаю, ну, воспитательный все-таки, потому что, ну, потратить там 100 евро на праздник, ну, бог себе эти 100 евро, ладно, пусть будет праздник, но почему я работаю целый год, должна оплачивать праздник ребенку, который весь год не работал? Он посчитал, что ему это не нужно. Ну, про школу, да, я, может быть, соглашусь. Здесь можно как бы его вознаградить этим подарком, да, вот мы тебя и купили, и одели, и праздник тебе организовали, и, пожалуйста, и в замок поезжайте, и вот вам шикарный эпир. Ну, а как же в детском садике, да, когда нет еще этого табеля, когда родители уже придумали, спланировали, назначили... Вот здесь, кстати, не так страшно, потому что в детском садике дети очень мало что запоминают с этого выпускного. То есть, если ты считаешь, что твой ребенок, твоему ребенку это не надо, попели песенки на выпускном балу воспитателям, подарили цветочки и уехали домой. Все. Куда там поехали остальные дети? На каких кораблях они поехали кататься? Кого они там в космос запускают? Это уже второй вопрос. Твой ребенок никогда этого, во-первых, не узнает, во-вторых, не будет сильно переживать, потому что он не запомнит просто это. Женя просто не оплачивает выпускные, она уповает на плохую память своих детей. Неправда. Неправда. У нас были все выпускные, но, например, касательно школы, хорошо, пусть будет в классе какой-то рейтинг, условно, дети, которые учились, там, средний балл которых, ну, например, там, 7 и 5 баллов, они идут на выпускную. Кого ниже, они не идут на выпускную. Тогда не обидно. То есть, у тебя хорошая успеваемость, это однозначно приводит вот к такому празднику. Плохая не приводит. Какая здесь обида? Нет никакой обиды. Как поучился? Ну, так и погулял. Ну, еще слушатель очень интересно позвонил, высказался о том, что вот, когда единственный ребенок в семье, то родители действительно как дурманины, да, они готовы все лучшее отдать ему, все самое дорогое, все самое, не знаю, недостижимое, показать вот его роль в жизни, для того, чтобы увидеть его там счастливые глаза. Позвонил мужчина, он сказал о том, что у него трое детей, уже вот третий ребенок пошел в школу, и абсолютно к этому очень просто относятся, не гонятся совсем, чтобы вот так вот как-то помпезно все было отпраздновано. То есть, может быть, здесь тоже, знаешь, вот эта вот гонка и соревновательный момент. Я не знаю, насколько родители пытаются показать все лучшее, на что они способны, друг другу. Ну, действительно ли это есть так, я могу только допускать, да, или же это искренне, они просто забывают о том, что есть еще и другие родители, есть еще и другое финансовое положение в семьях, а у некоторых семьях есть три ребенка, да, и надо подумать о них, а у некоторых семьях выпускных сразу два, где ребенок заканчивает детский садик, да, и, допустим, выпускается, переходит в основную школу, да, что бьет по бюджету в семье, и они об этом не думают, да, но, может быть, не потому, что они хотят, может быть, потому, что им об этом не напоминают, опять же, боясь показаться, ну, не знаю, несостоятельными или как-то, ну, знаешь, такой момент тоже странный, мне кажется, неудобно признаться в этом родительском чате или где вы там перепислились. Мне, кстати, говорят, что нам это дорого, я в этом тоже ничего зазорного не вижу, вот, но другой еще момент – это все-таки сама школа или сам класс, да, то есть когда родители отдают детей в заведомо, там, дорогую школу, в заведомо, там, максимально там успешный класс, они должны понимать, что помимо того, что вы каждый месяц будете вкладывать какие-то деньги во что-то, там, какие-то дополнительные расходы будут всегда, это еще и сказывается и на общих тратах. Вот мы так проводим, то есть, скажем, какая-нибудь частная школа, которая выпускает 9 или 12-ти классников, будет проводить мероприятия однозначно круче, лучше, дороже, чем выпускники районной и средней школы. Конечно, именно потому, что она частная, и у родителей есть средства для этого. И там они, может быть, и будут мериться, потому что, ну, а как, это же, вот, для чего это все? Это же, ну… Да, мы сейчас связались с одним из организаторов латвийского родительского форума, Константином Чекушина. Доброе утро. Доброе утро. Константин, вот мы сегодня обсуждаем затраты родителей на выпускные, причем как в детском садике, так и в школах. Я так понимаю, что ваш ребенок или ваши дети уже являются учениками школы, да? Одна дочка в школе, вторая в детском садике. А, ну тогда у вас, в любом случае, вы столкнулись, да, с этим опытом уже, по крайней мере, проведения выпускного вечера или бала в детском садике. Вот мы хотим у вас спросить, как активиста, который представляет, может быть, родителей, обсуждали ли вы с другими родителями, насколько дорого, и как у вас в детском садике проходил выпускной вечер? Ну, я поделюсь вот своим опытом, поскольку я председатель родительского комитета и в садике, как бы, ну, в школе я председатель совета школы. В садике мы делаем очень просто. В самом начале происходит голосование за того, кто будет ответственен, ну, вот, в общем-то, за все эти финансовые вопросы и за руководство родителями. И я беру на себя ответственность при одном условии, при том, что все согласны с тем, что жертвы кто сколько может. У нас есть определенная сумма, примерно, которую мы знаем, вычислили ее эмпирически. Мы знаем, сколько примерно требуется на подарки, на цветы, на выпускные, на что-то там, на какие-то мелочи. И точно так же мы знаем, что часть родителей могут себе это позволить, часть родителей это не может себе позволить. Поэтому те, кто не может это позволить, говорят мне, что мы не можем этого себе позволить. И тогда оставшиеся родители просто платят еще и за других. И на таких условиях я согласен как бы руководить с этими процессами. Как правило, еще ни разу не было отказов. Все с такой формулой были согласны. Все согласны доплачивать не ту сумму, которая не хватает за другого родителя. Да, 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 да. И, соответственно, то же самое, если мы там нанимаем какой-то, делаем какой-то выпускной или приглашаем каких-нибудь артистов, чтобы там спектакль какой-нибудь сыграть, то даже если какие-то дети не могут скинуться, то, опять же, то же самое правило, все идут дети абсолютно. Нет такого, что вот ты не заплатил, ты не пойдешь смотреть спектакль или тогда ты там выпускном не участвуешь. Нет, участвуют все. Просто мы перераспределяем эту сумму на тех, кто может заплатить. Такая получается взаимопомощь. Потому что все люди разные. Вы еще сказали, что вы являетесь председателем Совета Родителей в школе. Ну, председателем Совета школы, да. А, да, 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 простите. Вот мы связывались с Авиапаплой в первом часе, которая говорила как раз-таки, что школа не имеет как такового права назначать определенные суммы для родительских взносов. Но мы все знаем, что, может быть, ежемесячно существует такое понятие фонд-класса, да, это, может быть, такая установленная какая-то сумма, которую родители, ну, и там, не знаю, раз в полгода у кого-то ежемесячно вносят, ну, может быть, учителю, классному руководителю передают, да. Как у вас это в школе происходит? У нас в школе есть родительский точно так же комитет, как и в садике. Это распределяет, ну, вот это правило, оно действует и в садиках, и в школах, на самом деле. Ну, действительно нельзя в школе заставлять, и в садике нельзя, поэтому они, в принципе, директора это подчеркивают, что вы смотрите сами, как бы, как вы хотите, ну, мы тоже понимаем, что не можем же мы не поздравить с днем рождения, а там, учителя, да, не можем же мы, там, скажем, если дети хотят на какую-то экскурсию заплатную, и все согласны на эту платную экскурсию поехать, то, естественно, мы должны скинуться. Естественно, если мы хотим, чтобы в классе там стоял какой-нибудь, не знаю, цветочек или еще что-то, да, ну, как бы школа не заплатит, мы готовы там за это сплатить, и подойти от суммы, они примерно там известны, в садике это, вот у меня в садике это примерно в районе 25 евро за полгода, мы так прикидываем, следующие полгода смотрим, остались 31 полугодия, не осталось, нужно ли докидывать, не нужно ли докидывать какие-то деньги, то есть это все не так четко привязано, скорее, это больше привязано к конкретной ситуации, которая вот складывается в данный момент, и родители сами решаются, классный руководитель никак в это не вмешивает, ни школы никак не вмешиваются, единственное, что в школах может быть, например, в нашей школе у нас есть отдельно, у нас есть общество при школе, АСОР, которое занимается дополнительным образованием, и при школе есть центр вот этого дополнительного образования, в который, как бы, если ты хочешь учиться там, получать дополнительные знания, ты всегда нужно в это общество жертвовать все деньги на зарплату учителям, да, но это официально все зарегистрировано, это программа лицензирована Рижской думой, это общество тоже официальное, оно не при школе, это как отдельное общество, ну, вот оно в рамках этой школы, оно, собственно, созданное из родителей, оно помогает реализовывать эти программы дополнительного обучения, но это другая тема, да, это не совсем взносы на подарки, взносы на какие-то такие напрямую с учебным процессом несвязанные вещи. Костя, привет, да, мы не успели поздороваться. Добрый. Такой вопрос, как лично ты относишься к выпускным, например, вот которые в третьем и четвертом классе идут, вот якобы младший класс переходит в средний, поэтому давайте будем это все дело отмечать. Как вообще твое личное отношение, насколько это вообще рациональное, и есть ли какая-то логика в том, чтобы делать там праздник, допустим, еще до того, как ты хотя бы увидел результаты окончания года своего ребенка, табель получил, да еще даже не посмотрел, вдруг там двойки сплошные. Ну, вот у меня как раз ребенок заканчивает четвертый класс, переходит в пятый класс, мы тоже обсуждали эту тему, но мы остановились на том, что, скорее всего, мы поедем просто на экскурсию, надо быть выпускной, ну, выпускной это будет экскурсия. Я отношусь к этому положительно, почему нет, возможно, да, имеет смысл подумать, когда это уместнее делать после получения табеля или до получения табеля, но как бы после получения табеля все резко начинают подъезжаться, потом всех собрать, возможно, и проблематично, поэтому, понимаете, каждый класс это своя атмосфера, свои заморочки и свой микроклимат, да, поэтому кто-то не общается вообще в классе, у них нет неких выпускных, кто-то очень дружно, они готовы вообще и Новый год отмечать, и 8 марта вместе выбраться куда-то и в течение года не один раз выпускную строить, а 5 раз выпускную, почему нет, если это в классе все так дружно получается делать, это наоборот, я только хвалю, потому что любое такое общее мероприятие, оно на самом деле сплачивает и детей, и родителей, поэтому на самом деле даже я, когда разговариваю с родителями, очень всем рекомендую, особенно тем родителям, у которых вообще вот начальная школа, первый класс, второй класс, побольше вот таких мероприятий организовывать. Вы узнаете, какие дети учатся с вами рядом, какие родители, это очень помогает потом более адекватно оценивать какие-то вещи, которые произносит ребенок из школы, когда он приходит, что-то рассказывает, ты понимаешь, да, ну, вот там один мальчик, ты его знаешь, что вот он может там хулиганить, там другой, с кем дружеские связи, ну, поэтому я очень хорошо отношусь к таким мероприятиям. Спасибо. Спасибо большое, это был один из организаторов латвийского родительского форума, Константин Чекушин. Ну, в принципе, очень хорошо, он относится к выпускным вечерам, как я сказал, это один из моментов, ну, возможно, таких, которые можно использовать как... Объединить как-то, да. Да, и с точки зрения прагматики, да, вот особенно там в четвертом классе я и с родителями познакомлюсь, посмотрю, с кем мой ребенок учится, и можно с кем-то сойтись во взглядах и обсуждать в дальнейшем, ну, и налаживает контакт между родителями. Ну, да, вот в школе, может быть, это так и работает, но в детском саде, когда ты уже, наверное, прощаешься, я не знаю, сколько, вряд ли все, все... Нет, у нас, хотя, очень многие из детского сада пошли, перешли в нашу школу, например, и у нас, например, некоторые родители, которые были в родительском комитете в детском саду, сейчас в родительском комитете в школе, у нас же, да, и поэтому у меня к ним, ну, стопроцентное доверие, это были не совсем там новые люди, да, которым нужно понять, кто они, что они, поэтому я, например, говорю, наверное, в моем случае мне вот правда повезло, потому что замечательный родительский комитет, который очень бережно относится, в том числе и к чужим финансам и никогда не требует, ну, сверх чего-то, сверх меры. Ну, бывают какие-то форс-мажоры, когда нужно там что-то доздать и так далее. Я всегда, кстати, на стороне родительского комитета, когда они говорят, давайте сдадим еще 2 евро, и кто-то говорит, как это, мы же уже сдали аж 8, да, я говорю всегда, что, ну, они же не себе в карман-то кладут, да, то есть есть определенные траты, поэтому, ну, и в том числе это плата за твой комфорт. А это все на доверие происходит или родители потом отчитываются? Можно запросить чеки, во-первых, у них они всегда есть, у них невероятный порядок в бухгалтерии, можно запросить любой чек, я никогда ничего не запрашиваю, потому что если я прихожу и вижу, что у каждого ребенка на выпускной, например, есть подарок, если я вижу, что у всех учителей есть цветы, если я вижу, что все дети поехали на автобусе там на экскурсию, а не на общественном транспорте, мне этого достаточно, чтобы доверять людям, которые распределяют бюджет. больше мне туда лезть совершенно нет смысла, потому что либо я тогда иду и занимаюсь этим, ну, да, либо как бы доверяю просто. Давайте примем еще звонок. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. А у меня возник такой вопрос, а вот в ваших школах, например, если есть дети из детдомов, тогда с ними как? Кто за них деньги будет сносить? На каком они положении будут на этих вечерах или экскурсиях? Спасибо. Спасибо. Ну, вообще, у таких детей, по идее, должны быть опекуны все-таки, да, которые тоже несут какую-то ответственность. Но это хороший вопрос, его надо будет, наверное… Ну, в детских домах еще дети обучаются при детских домах, есть учителя, это как один из вариантов. Ну, а второй из вариантов, который только что подсказал нам Константин Чакушин, допустим, его в школе дела происходят таким образом, что если за ребенка некому сдать или родители просто не могут себе этого позволить, то эта ответственность перекладывается на руки других родителей, которым это посильно, да, причем они, ну, абсолютно не против, а понимают это, ну, такое положение. У меня, кстати, вот это, что еще интересного он сказал, я помню в своей школе, когда мы собирались отправляться на экскурсии различные, у нас не было такого, как есть сейчас, да, допустим, вот по его словам, что все дети поедут на экскурсию запланированную, невзирая на то, сдал ли ребенок на это деньги или не сдал, все дети поедут. У нас как раз такого не было, и были те ребята, у которых, ну, может быть, которые были выходцами не совсем благополучных семей, у них не было денег сдавать на экскурсию, поэтому они никогда никуда не ездили. Ну, я не знаю, насколько это было обидно, но я точно помню, что они всегда робко отсиживались в те моменты, когда учитель просил поднять, там, поднимите руку, кто поедет, и было как-то неловко, и когда подходили мы еще там, не понимая, спрашивали, ну, а почему ты не едешь? Ну, там у меня дела, ну, даже они не признавались, почему там родители не дали денег или нету денег, да, чаще всего ответ звучал вот как «я не хочу». Да, это, кстати, ну, я считаю, что если есть в классе один-два ребенка, который не может себе позволить, в том числе, например, детомовский ребенок, господи, ну, что, за него не скинуться, что ли? Ну, правда, набросить 2-3 евро на экскурсию, да, даже меньше. Сейчас такие экскурсии, мне кажется, мы… Нет, сейчас экскурсии, на самом деле, не очень дорогие, там большая отрата идет на автобус, вот это все. Организационные моменты такие, на которые мы тоже всегда с удовольствием отдаем деньги, потому что я понимаю, что мой ребенок поедет с комфортом, он поедет в безопасности и так далее. И поэтому там доплатить за кого-то, я вообще не вижу никакой проблемы. И в этом есть какой-то момент, конечно, такой коллегиальности какой-то, да, то есть у тебя нет в классе детей, которые не поехали, а дети достаточно жестокие, да, то есть мы можем потом столкнуться с буллингом, мы можем столкнуться с тем, что их будут как-то отстранять вообще от общих каких-то дел и так далее, но как-то все вместе. Я даже больше могу сказать, у нас много раз было и бывает, когда у нас все едут на экскурсию, все проводят прекрасно время, едят и там и все что угодно, а потом родительский комитет пишет нам вот в общем части, что вот такие-таки-таки-таки-то фамилии, вы не сдали деньги, вы, пожалуйста, доздайте. То есть дети-то поехали, никто их не оставил в школе, потому что родители не сдали деньги. Забыли, не успели, не было на тот момент. И эти деньги потом, они берут эти деньги просто, скажем, из нашего общего классного бюджета, да, отправляя детей, но потом их нужно, конечно, доложить обратно. Поэтому у нас все едут, у нас не было ни разу таких вот случаев, когда кто-то отсиживался, только если кто-то не может и заболеет. Ну, уже другая история. Да, на этом наше сегодняшнее утро на Болткоме заканчивается. Его вели Алена Борисова, Евгения Шафранык, помогал нам звукорежиссер Евгений Копеин. Оставайтесь с нами сегодня весь день в эфире. В эфире мы передаем и обсуждаем сегодня назначение нового президента. Буквально в 10 часов начнется внеочередное задание Сейма. Сначала будут дебаты, потом выступления некоторых депутатов с трибуны, ну а после чего, вот мы так планируем, после полудня уже будет названо имя нового президента. У нас сразу сегодня в эфире после 14 часов будет экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Мы с ним об этом поговорим и также подведем итоги президентства, четырехлетнего президентства Раймонда Вейниса. Спасибо вам большое, оставайтесь с нами.